Более 100 километров автодорог общего пользования отремонтируют в этом году в Мариел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На многих трассах ремонт уже идёт. Первые готовые участки сдаются в эксплуатацию. Вместе со специалистами «Марийско-Автодора» обновлённый участок автодороги в Горномарийском районе принимала и наша съёмочная группа. Государственный контракт на ремонт автомобильной дороги Казимодемьянск-Большой Сундарь был заключён 30 мая прошлого года. Общая стоимость работ превышает 117 миллионов рублей. На первом этапе, который был реализован в 2018 году, был выполнен ремонт на участке с 21 по 25 километры. Объём финансирования превысил 40 миллионов рублей. В этом году дорожники ввели в эксплуатацию участок с 25 по 28 километры. 3890 метров нового асфальтового полотна стоимостью более 36 миллионов рублей были сделаны с высоким стандартом качества. Эти выводы подтвердили проверяющие специалисты. Мы видим специалистов с рейками. Они проверяют поперечные уклоны, ровность асфальто-бетонного покрытия, проверяют ширину проезжей части, проверяют ширину обочин. До этого проводился контроль по качеству выравнивания асфальто-бетонной смеси, выравнивающей слое. Также проверяли поперечные уклоны и ровность. Отбиралась смесь на лабораторный контроль, на технические показатели, которые прошли, дали положительное заключение. После этого дали разрешение подрядчику положить верхний слой, который мы сейчас видим. И по завершению укладки верхнего слоя также были отобраны керны с асфальто-бетонного покрытия, который определил толщину. Толщина слоя составляет 6 сантиметров. Всё соответствие. И также в лаборатории провели анализ асфальто-бетонной смеси уже по кернам, который показал все положительные заключения и по уплотнению, водонасыщению и по прочности. Контроль за качеством производимых работ ведётся очень жёсткий. Это напрямую отражается и на прочности и долговечности нового участка. Эта дорога, если честно сказать, работает ещё у нас, выполняется по ГОСТу. И больших изменений по применению материала нет. Но разница лишь в том, что сейчас производится более жёсткий контроль качества. Поэтому и, соответственно, отличие в том, что эта дорога более качественно сделана. На трёхкилометровом участке дорожники провели фрезерование старого покрытия. При устройстве покрытия применялась горячая мелкозернистая смесь типа Б марки 2. Толщина слоя составила 6 сантиметров. Обочины дороги укреплены щебнем. На участках недостающей ширины проезжей части обустроен нижний слой основания и щебня толщиной 15 сантиметров. Верхний слой имеет такие же размеры. Также была уложена геосетка. И это не единственный в Горномарийском районе участок, где производится ремонт. Всего в 2019 году на территории района в рамках проекта будет отремонтировано 8 километров дорог. Сейчас мы находимся на трёхкилометровом участке, который выполняет подрядная организация ООЭ «Литстрой». Всего на территории республики, согласно проведённых конкурсов, на территории республики в выполнении проекта будет задействовано четыре подрядных организации. Требования, которые определяет сегодня подрядная организация, они не являются более жёсткими. Они отвечают также нормативным требованиям. Контроль осуществляется более чаще. В период строительства до этой дороги работниками «Марийского автодора» проводился строительный контроль в течение всего периода выполнения работ. Еженедельно кураторы присутствовали, проверяли ход выполнения работ, отбирали пробы для соответствия их нормативной документации и объектам ремонта. Такой жёсткий контроль всегда обеспечивает необходимое качество. А это один из основополагающих моментов национального проекта. Надо добавить, что подобная тщательная приёмка будет вестись абсолютно на всех отремонтированных по проекту участках. Перспектива тщательного контроля работы является в том, что в соблюдении условий гарантии выраженных подрядных организаций. Помимо сегодняшнего инструментального контроля, на данном участке дороги будет проводиться инструментальный контроль с фиксацией всех параметров, которые у этой дороги есть. И соблюдение этих параметров в течение всего гарантийного срока эксплуатации. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены отклонения от нормативной документации, дорога подлежит переделке за счёт средств подрядчика. Такое возможно. Почему сегодня мы находимся именно на этом объекте? Данный объект является переходящим. Контракт заключён на три года с 2018 по 2020 год. И техническая готовность этого объекта сегодня составляет порядка 80%. То есть на сегодняшний день это объект с более высокой готовностью на территории республики. Продолжаются ремонтные работы и на других автомобильных трассах. А что же касается второго этапа ремонта дороги Козьмодемьянск-Большой Сундарь, то он будет завершён в конце июля. Третий этап в 2020 году захватит участок протяжённостью более трёх километров. А общая стоимость работ превысит 41 миллион 800 тысяч рублей. Качество и долговечность. Именно этими принципами и руководствуются дорожники, приводя в нормативное состояние автомобильные трассы нашей республики.